Бизнес. Экономика. История. Культура. Через призму более 15 лет жизни в Поднебесной. Китай с Евгением Колесовым. Между тем, китайцы не сняли самого главного, как эти уроки проходят. Потому что для мальчика, действительно маленького, в общем-то 6 лет, это же не Геракл, и его сестер, девчонок, это достаточно сложное мероприятие. Поэтому сегодня мы по просьбам многих наших зрителей, читателей, снимаем урок испанского языка. Как это все происходит, насколько это все сложно, насколько это все напряженно для детей и в какой форме проходит, смотрите сами. Кстати, на уроках не только Гордея Милана и Агата, но и их сестренка, Агадовалая Есеня. Как я это делаю? Смотрите, я беру ее, кладу вот так вот в коляску. Дети на самом деле очень четко чувствуют, они, может быть, не понимают язык, но добрые и положительные эмоции улавливают с полуслова. И мы едем на испанский вперед, 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 вперед. Вот так вот мы ее привозим, ставим, и пока они там играют, что-то там карточки разговаривают или еще что-то, она тоже с энтузиазмом на это смотрит. Она, кстати, самая маленькая из всех, кого я приобщил языку. К языку Гордей начал заниматься испанским с 2,5 лет, тогда Умберто, испанец, с ним просто по 2-3 часа ежедневно играл. Прогресс был колоссальный. Вот смотрим сейчас на Есени. Возможно, она будет еще раньше и лучше говорить на иностранных языках. Смотрите за уроком. Смотрите. Эannie. Леванта, чтобыgiveшество об estate. З ec Tara лиenschминк 2 по 1 о fazer баночки. Во. Ну вот я пожалуйста написан удейшить на 외фствах. Нормально и в скравствнале с баланси. Эля че благо. Вы что? Вы что? Очень хорошо, Милана! Поехали! А что тут надо делать? Что это? Что это? Флор! Очень хорошо! Что это? Молодец! Ты знаешь, что ты пишешь на флор? Две татисеры! А... Га... Ир! Агата! 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 Флор! Агата! Иxe ansи! Агата! Souls! Агат! Рис! Мы должны мы прийти к нам... Миспадрес и я... Миспадрес и я... А на стопе... А на стопе... А на стопе... А на стопе... Мы все были... Мы были... Мы были... Мы были очень рады, потому что мы были в небе. В общем-то, для маленьких детей долгие занятия противопоказаны минут 15-20, но Еся обычно сидит минут по 30-40, она прям смотрит, ей интересно. Когда детишки начинают играть, у них заканчивается вот эта сидячая, как я называю, стадия обучения, учительницы приносят много с собой разных прибамбасов, это и детские игрушки, это и гольфы, и все подряд трещатки, там они играют в прятки. Сейчас посмотрите, как это будет происходить. Самое главное на уроках, это чтобы дети не уставали, чтобы было интересно. Смотрите, здесь интерес в течение всего урока не теряется у детей. Недавно один из федеральных каналов к нам обратился, предложили привезти Гордея в Москву и пригласить переводчика, очень опытного, взрослого, который два десятка лет работал в Латинской Америке, и проверить уровень знания Гордеям испанского языка. На что я иронично отреагировал, я говорю, давайте мы его сразу отвезем на переговоры по иранской проблеме, и пусть министры иностранных дел, переводчики, квалифицированные, пусть они его оценивают, когда он будет выступать по BBC, CNN и так далее. На самом деле, я хочу сказать, что уровень развития 6-7, начиная с 5 лет, маленьких детишек, он в своем языке еще не дает какого-то глубокого, полного понимания языковых форм, как говорят китайцы, материнского языка. Вот, поэтому ставить ребенку и проверять уровень ребенка, давая ему какие-то там профессиональных переводчиков или еще что-то, это не совсем корректно и правильно. Я думаю, что люди, которые занимаются, вот детские психологи, педагоги с детьми много, они как раз понимают, о чем речь. Поэтому не нужно ставить для ребенка какие-то сверхцели, мегазадачи, чтобы он там серванта сочетал в оригинале или еще что-то, нужно развивать планомерно. Что для этого необходимо? Для этого, как я уже говорил, безусловно, важен классный преподаватель. Преподаватель, который будет чувствовать, насколько ребенок готов к занятию, через сколько он теряет концентрацию и в зависимости от этого ранжировать предметы. Например, нужно на уроке и пописать, и почитать, и поиграть, и что-то пересказать, какой-то момент или какой-то рассказ. Поэтому опытный педагог это все организует. Еще один момент, на который, я считаю, нужно обращать родителям внимание, когда выбирают изучение иностранных языков, это носители языка, безусловно. Потому что мозг он запоминает, особенно детский, и запоминает и речевые обороты, и амплитуду языковую. Все это имеет значение. Поэтому, чем раньше вы начнете учить язык, вот мы сегодня показали, например, с Есенией, она сидит там минут 20-30, улыбается, ей смешно, что-то даже слушает, это интересно. Тем больше вы успехов добьетесь. Поэтому не надо пугаться, что будет у детей смешание языков или еще что-то. Нет, главное, уделять этому внимание, смотреть вовремя. И самое главное, мы показали вам один урок испанского. В общем-то, уроки другие, языковые, в том числе и теннис, они проходят примерно вот в такой же, более-менее игровой манере. Единственное, что проходит у нас серьезно, это шахматы и кубик Рубика. Ну, шахматы, сами понимаете. Вот даже мы сейчас общаемся с вами, Гордей читает книжку. Какую Гордей читаешь книжку? 600 окончаний. 600 окончаний? Портишь написал ее. В общем-то, изучают ЭМ-шпили. Гордей, любимая игра какая? Шахматы. Шахматы. Поэтому смотрите, чем дети увлекаются и, если что, развивайте эти навыки, то как раз развивайте, что им нравится. Пусть это идет поначалу немножечко посвободнее и уже чуть позже, к годам, к 8-10, можно вводить что-то похожее на школьную программу. Хотя, можете посмотреть, там масса книжек на английском, испанском, и они их время от времени тоже изучают. Сейчас Гордей по школьной программе как раз проходит во втором классе английский язык. Вот, поэтому развивайте детей, ничего не бойтесь, следите за ними внимательно. И я думаю, что успехи будут в изучении языков. Чем раньше, тем лучше, поверьте. Гордей, как тебе уроки испанского? Нравятся, нет? Да, они мне очень нравятся, потому что мы там играем. Ну, это же очень тяжело. Китайцы говорили, что ты очень много занимаешься, что тебе тяжело. Нет, не очень. Прочитай какой-нибудь на испанском стихотворенец. Можешь прочитать нам? Молодец. А еще мы сейчас с Гордеем готовимся, нас китайцы пригласили на конкурс песни. Девочки будут танцевать, а Гордей будет петь. Давай сейчас, даже без гитары, покажи, какую песню мы учим. Можете спеть с Гордеем вместе? Ладно, ладно, все, 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 хватит, хватит. Давайте пока у меня уши не лопнули. Вы узнали, да, это Бандераса Деспирадо? Мы пока только в начале пути изучения. Поэтому вот такой сюжет хотели вам показать. Смотрите нас на Ютубе, Вконтакте, пишите комментарии, ставьте лайки. Обязательно развивайте ваших детей и не бойтесь, если с ними будут заниматься профессиональные педагоги, носители языка. Все будет здорово. Всем оптимизма! Пока!